ну что ничего не хочешь сказать хочу всем привет меня зовут ваня иванов и вы смотрите четвертую часть о приключениях курганцев в россии и это все нет еще бы я добавил что инициатором и организатором данной поездки был мото клуб 8 ветров курган лапами вверх небо на ощупь лапами вверх маленький принцип лапами вверх надо быть проще лапами вверх глупо быть принцем лапами вверх это возможно лапами вверх в левом кармане лапами вверх неосторожно лапами вверх треснет обманет так мы прошли полпути там сверху идет какой-то бульдозер мы решили его пропустить тут видны и брошенные домкраты могилка ну и можно пока что показать вам высоту на которую мы забрались он там домики наши базы не наши домики на наши базы это подъем выглядит довольно живописно наши ребята наверху на фоне всех этих облаков и гор смотрятся довольно эпично так вот друзья чтобы вы понимали примерно как проходит наш маршрут вот дорога но это очень хороший участок повсюду дорога очень разбитая и проходит вот на такой высоте представляете вот на такой высоте проходит все красиво но приходится следить за рулем они за пейзажами я дал собаке понюхать мороженку но местные собаки настолько суровы представьте какая у них хлеборезка алтайские хлеборезки это порода такая все короче местная басота к нам подтягивается я не знаю пока мы остановились ждем наших пациков которые он там приближаются хотя с нами она на любого местного накернит в принципе нет они страшно итак друзья два часа по бездорожью по горным серпантином очень устали я немного ворвался вперед жду ребят они вот с тех гор спускаются это голубая лагуна особенностью является то что примерно раз в 40 минут в центре видите круг этот круг превращается в большой пузырь и лопается поэтому столько людей здесь находится и вот этого самого момента не знаю удастся ли его запечатлеть еще говорят что когда он лопается открывается проход в сторонний мир и некоторые туристы успевают запрыгнуть туда и попадают назад в шелушман куда мы больше не поедем когда хорошо вам сидеть у компьютера и смотреть youtube да не надо никуда ходить включил монитор и сидишь смотришь дети давайте все дружно позовем дядюшку пузыря так угадайте где мы а мы на марсе а это марсе они они очень похожи на нас но на самом деле это марсе они гуманоиды а это это курга но и ды а вот это камни с марса видимо это видимо совиный камень это кошачий камень а это ягодный камень а чтобы пили марсианского чайку скоро будем выдвигаться обратно с марса до кургана далековато путь предстоит не близкий трофейная кружка и трофейное оружие марс 100 километров до монголии а а а а а а и а и а Я уйду в мир нулей и господа И стучать от закрытых дверей Сто сотен портретов Передо мной одним лицом Итак, сегодня вторник, местное время в 10 вечера И мы на том же рынке, который мы проезжали примерно в четверку И что я вам скажу Цены сегодня падают как никогда Я купил перчатки, которые стоили 300 Я ей говорю, за 200 отдашь? А она говорит, отдам Носки пара по 200 Из верблюжьей шерсти Я говорю, беру две пары за 200 Отдашь? Отдам И пакетики с кедровыми орешками Минимум по 200 Большой по 500 И еще самый большой по 1000 рублей Я говорю, за 150 отдашь? Отдам Короче Скидки пруд Итак, мы едем дальше в сторону Маймы До Маймы осталось примерно 120 км Стало очень холодно, градусов 8 И туманы Как только спускаешься чуть ниже, сплошные туманы Скорость приходится сбрасывать Не знаю, видно вам или нет Но туманы конкретные Итак, местной достопримечательностью является Рыцарь Сделанный из жести Сделанный по жести С головой из манекена И бородой Из дубленки Это Ваня, рыцарь мохнатого ордена А, да И вот мы приехали в Бийск Стало появляться много красивых девчонок Чем больше на запад, тем больше красивых девчонок Чем дальше на восток, тем их количество просто сводится к нулю Там такие страшные бабы, капец пацаки Куда лучше не ездить Ну, вы меня понимаете Еще то ли случайность, то ли нет Много людей продают с машин и грибы, и ягоды, и все такое Все бы хорошо, но цвет этих ведер салатовый И водители меня сейчас поймут, когда вдалеке ты видишь машину и что-то салатовое Ты волей-неволей сбрасываешь скорость А потом ты подъезжаешь и там ведра Ты думаешь, а не дурак ли я? Обидно, досадно, ну ладно Субтитры сделал DimaTorzok